Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова. И вот главные темы этого выпуска. Массовые падежи скота в Куринском районе выясняют причины эпидемии. Всемирный день стоматолога. Один день из жизни зубного врача. Дагестанские вольники снова готовятся к чемпионату. Весной станут известны победители турнира в Бурятии. В Куринском районе зафиксирован массовый падеж скота. По предварительным данным, мор произошел из-за отсутствия кормов и неблагоприятных условий содержания животных. Как сообщает комитет по ветеринарии республики, для выяснения обстоятельств на место выехала комиссия. Погибшее поголовье принадлежит племхозяйству Кулинский, которое в настоящее время зимует на арендованных кошарах в Дербенской зоне отгонного животноводства. На одну мусорную свалку стало меньше. Незаконный полигон удалось ликвидировать в Курабадахкенском районе благодаря вмешательству Россельхознадзора. Ведомство направило собственнику участка Бабатову письмо-уведомление с требованием устранить захламление на землях сельскохозяйственным назначением. Площадь территории составляла 30 соток. Управление Россельхознадзора информирует о том, что свалки оказывают негативное воздействие на почву. Восстановление земли после свалки занимает долгие годы. Дагестанцы продолжают прививаться от коронавируса. Более трех тысяч жителей уже прошли вакцинацию. Для этого в республике открыто 54 пункта. Процедура проводится в два этапа с интервалом 21 день. Сделать прививку может каждый желающий абсолютно бесплатно. Записаться на процедуру можно через портал госуслуги в регистратуре поликлиники или же позвонив на единый номер горячей линии Минздрава 122. Среди привитых дагестанцев не отмечаются существенные побочные реакции. В небольшом проценте случаев было кратковременное повышение температуры тела. Привился и глава Хасаверта Каргали Каргалиев. Для вакцинации использовали препарат «Спутник Ви». Перед процедурой провели профилактические осмотры, измерили давление, сатурацию крови и температуру. Каргалиев отметил, что таким образом он вносит вклад в борьбу с пандемией. Вместе с мэром прививку сделали и сотрудники администрации. Сегодня по всему миру отмечают свой профессиональный праздник врачи-стоматологи. Кандидат медицинских наук, главный врач стоматологической клиники «Астродент» Закаря Ибрагимов в их числе. Где сегодня лечат зубы, рассказывают наши корреспонденты. К выбору стоматологической клиники Интизар Велиханова подходила очень щепетильно. И, как полагается, прислушалась к совету друзей и знакомых, которые с уверенностью посоветовали ей «Астродент». Очень довольна, очень долгое время, очень долгое время мучилась с этими зубными проблемами. Очень довольна его работой. Оперативно сделали мне операцию, поставили импланты и не оставили меня без зубов. Праздник не повод отдыхать, говорит кандидат медицинских наук, главврач стоматологической клиники «Астродент» Закария Ибрагимов. Доктор с 20-летним стажем считает, что работа в праздничные дни получается еще лучше. Сегодня у нас день стоматолога, но независимо от этого мы находимся на рабочем месте, принимаем пациентов, ведем к йогу. Более 15 лет «Астродент» занимает прочную позицию на рынке стоматологических услуг. Клиника лечит, протезирует, стоит венеры и многое другое на новейшем оборудовании по европейским технологиям. В числе аппаратов клиники – компьютерный томограф, который позволяет диагностировать самые сложные случаи. Командный подход индивидуальный к каждому пациенту. И мы не сколько лечим именно причины зуб, а мы лечим самого пациента. Подходим комплексно к реабилитации всего зубочерестной системы. Даже в сложных клинических случаях, когда отказывают в других клиниках, и этот пациент обращается к нам. В честь Дня стоматологии клиника «Астродент» дарит пациентам скидку в 20% на имплантацию зубов. Акция действует до конца февраля. Карим Даниев, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Дагестан получит 16 миллионов из фонда ЖКХ на расселение из аварийного жилья. Эти средства пойдут на переселение более 50 человек из 19 непригодных для проживания помещений в Махачкале. Они должны быть освоены в этом и следующем годах. Напомним, ранее Дагестан уже получал финансирование на реализацию этапов программы с 2008 года. Сегодня еще и день гражданской авиации. Именно в этот день, 98 лет назад, в России официально появился воздушный флот, задачей которого была перевозка пассажиров. В Дагестане работы по строительству аэропорта были начаты в 1932 году. Спустя 22 года на посадочно-взлетной полосе воздушной гавани приземлился первый пассажирский самолет. Сегодня гражданская авиация в республике уверенно развивается. Проводится реконструкция аэровокзального комплекса взлетно-посадочной полосы. Расширяется маршрутная сеть авиаперевозок. В республике с каждым годом увеличиваются показатели пассажира потока, грузооборота и число вылетов самолетов. Напомним, что с 16 февраля будут возобновлены регулярные международные авиаперевозки из Махачкалинского аэропорта. Первый рейс после снятия ограничений запланирован Стамбул авиакомпанией «ЮТЕЙР». Сегодня в Махачкале презентовали книгу муфтия Дагестана шейха Ахмада Фанди «Благонравие праведников». В конференц-зале Дома дружбы собрались представители посольства Таджикистана, международные организации студентов Таджикистана из Москвы и Питера, диаспор и общин, проживающих в Дагестане, а также представители научного, культурного и религиозного сообщества республики. Наши братья Таджики, которые читали на русском, многие, которые просили, чтобы не взяли перевести эту книгу на таджикский язык. По милости всевышнего, что сегодня мы находимся на презентации этой книги. Это большой подарок для Таджики, которые живут в России, не только в Дагестане, а во всей России. Почему? Потому что, когда большинство из них работают и приходят домой, и берут книгу на своем языке, на своем родном языке, это меняет состояние людей, это меняет чувство людей. Мы это мероприятие планировали по разным программам. У нас есть социальная и культурная адаптация иностранных граждан. Это как раз-таки одно из направлений. Среди субъектов, где проживает самая большая мусульманского хума, среди субъектов Российской Федерации, и те иностранные граждане, которые здесь, Тори, получают вид на жительство Тори, проживают время на Тори, работают, должны соблюдать требования своей религии. Отметим, что первая книга «Благонравие праведников» на арабском языке была издана в Махачкале в 2015 году. Позже появились издания на русском и аварском языках. В течение последних лет книгу также издали в Бишкеке на киргизском языке, в Ташкенте на узбекском, в Эстонии и Москве на казахском. Безусловно, книга «Благонравие праведников» – это уникальный труд, который направлен в первую очередь на облагораживание наших народов. Книга рассчитана на широкий круг читателей. Ее изучают не только мусульмане, но и представители других конфессий, так как она полезна любому человеку, который хочет усовершенствовать свой духовный мир. В рамках фестиваля национальной драматургии на сцене Лакского государственного музыкально-драматического театра поставят спектакль о юноше, который сводил с ума девушек своей красотой. Легенду о Камалиль-Башире знают и аварцы, и даргинцы, и лакцы. Но на сцене Лакского театра баллада выйдет в новой интерпретации. По словам маэстро, трактовка кавер-версии в том, что необходимо изменить отношение сильного пола к слабому, искоренив восприятие женщины как существа, находящегося в услужении у мужчины. Превознести ее и научиться уважать. Попытались с постановщиком Аздоевым мы показать его человеческие качества, а не внешнюю красоту. Многие режиссеры до этого трактовали этот спектакль, именно выходил актер-красавчик, еще красивые актеры, еще грим, там кудри ему как бы накручивали, все остальное. И уходило на второй план именно его человеческое нутро. И вот это все то, что сейчас многим в обществе нам не достает. Зрители, желающие понять выдающихся художественные произведения, теперь необязательно в совершенстве владеть лакским языком, поскольку все спектакли теперь дублируются профессиональным переводчиком на русский в онлайн-режиме. Мы ввели синхронный художественный период. И радует и отраден тот факт, что у нас в большом-большом количестве зрителей стал идти не только не в лице лакского зрителя, но и в дагестанские любители театрального искусства. Идти вперед и не избавлять оборотов. Дагестанские борцы-вольники начали подготовку к предолимпийскому чемпионату России. Турнир пройдет 11-14 марта в Бурятии. Первый этап тренировок проходит на базе в пригороде Махачкалы. На одном из занятий побывал наш корреспондент Курбан Рагимов. Две тренировки в день настроены на победу серьезные. 60 дагестанских вольников готовятся встретить олимпийский сезон во всеоружии. Чемпионат России станет главным этапом отбора на летние игры в Токио, а потому на занятиях все выкладываются по полной. Подготовка дагестанских вольников к чемпионату России пройдет в два этапа. Первые две недели продлится здесь, в стенах Центра спортподготовки сборных команд. А финальная часть по решению тренерского штаба, возможно, пройдет в самой Бурятии. 6000 километров. Разница во времени 5 часов. Прежде чем выйти на ковер, спортсменам предстоит акклиматизация. Этими обусловлено желание тренеров отправить команду в Улан-Удэ за две недели до старта. Однако и здесь есть свои минусы. Окончательного решения пока нет. Вопрос пока открытый. Погода у нас такая, в принципе, зимняя. Там холодно будет, мы южные ребята, поэтому погода нам не подойти. И потом обстановка, эпидемия обстановка тоже особо такая тяжелая. С питанием, наверное, какие-то проблемы все равно в любом случае будут. Тут основные ребята сели, поговорили, пообщались. Они мне вечером скажут свое видение. Кто хочет поехать туда, например, мы можем их отправить уже индивидуально туда отправить. Пандемия и перенос Олимпиады сыграли на руку амбициозному вольнику из Хасавюрта Розамбеку Жамалову. Если в предыдущие годы воспитанник Мусы Сайдул Баталова и Адам Асайтиева только подбирался к верхней ступени пьедестала чемпионата России, то в 2020-м он сумел захватить лидерство в стране и в мире. Вес до 74 килограммов, самые конкурентные обороты сбавлять нельзя. Ну это как ответственность уже обязывает тебя поддерживать вот этот класс. И наоборот становишься более серьезнее, относишься ко всему тренировкам, к режиму. На тот момент я как раз был травмирован. Я успел залечиться, восстановиться, окрепнуть. Чем больше времени проходит, тем сильнее я становлюсь, потому что молодой, только набираю обороты. И для меня сыграла очень важную роль, что перенесли Олимпиаду. От участия в предстоящих соревнованиях освобожден только Абдул Рашид Садулай. В тренере сборной России не видят олимпийскому чемпиону конкурентов в весе до 97 килограммов. Возможно, в столицу Бурятии не поедет и его спарринг-партнер Шамиль Шарипов. Вместо этого тяжеловес отправится на европейский турнир в Будапешт. Там подопечный заслуженного тренера России Шамиля Амарова постарается завоевать для страны недостающую олимпийскую лицензию. Тренерская бушетка виднее, куда меня отправят на Россию или на лицензионный турнир. Посмотрим, куда отправят, буду там бороться. Конечно, я настроен, уверен в своих силах. Выйду, да, выиграю, вначале. На аналогичных состязаниях в прошлом году дагестанские борцы завоевали 8 из 10 золотых наград. Повторить такой результат команде будет сложно, но вполне по силам, уверены тренеры. Первый этап подготовки к чемпионату России продлится до 21 февраля. Курбан Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания.